МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ-8 в студии Яна Степаненко. Я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых событиях этого дня. Сегодня выпуски. Пострадавшие от взрыва жители Высотки на Московском проспекте хотят быстрее вернуться в свои квартиры. Люди говорят, что устали от обещаний властей. Обчищали дорогие дома в Германии. В Молдове задержали двух молдаван-членов преступной группировки. Остальным удалось скрыться. Хотят новый транспорт на Кишинев. Жители Гидигича жалуются, что мерзнут в старых автобусах, которые, к тому же, ломаются на ходу. Дорогой Дед Мороз, дети принялись писать письма и просить подарки на Новый год. Что хотят малыши, расскажем в выпуске. Ремонт квартир Высотки на Московском проспекте. Пострадавший в начале октября от разрушительного взрыва продолжается. Бригады работают с утра до ночи, чтобы люди скорее вернулись в свои квартиры. В начале недели прокурор Штефан Шаптифрад заявил, что взрыв произошел в результате утечки газа из плиты, а не из баллона, как предполагалось изначально. Ремонт дома на Рыжкановке, который пострадал от взрыва, до сих пор продолжается. На данный момент рабочие вывозят строительный мусор с верхних этажей. Как мы уже успели заметить, балконные двери поменяли, а рабочие утверждают, что постараются успеть все в срок. В доме на Московском проспекте, где взрывная волна разрушила, несколько квартир завершились с работы по восстановлению межэтажных перекрытий. Уже установили по две новые двери на каждом этаже. Были этажи залиты перекрытия, все бетонные, застеклены этажи, осталась внутренняя отделка. По всем этажам проводятся работы, как косметические, так и капитальные. Как говорят рабочие, практически все квартиры подключены к электричеству. В доме выставлена система централизованного теплоснабжения. Сказали до 22 числа, чтобы всю электрику сделать по всем квартирам. Которые были разбиты. И вы устоите? Он привозит все время, материал, материал, материал. Работу мы постараемся сделать как можно быстрее. Жильцы собрались перед подъездом, чтобы точно узнать, когда можно будет вернуться в квартиры. Одни не верят, что все ремонтные работы полностью завершены. Другие прихватили с собой кое-какие вещи и с нетерпением ждут разрешения вернуться домой. Люди признают, нелегко жить в ожидании. Вчера он заходил туда, там еще очень много работы. Фасад сделали, полы залиты. Косметический ремонт можно сделать и пустили бы нас. Это уже тяжело. Без жилья, на чемоданах. Пришли, хочем домой, потому что уже надоело. Дома лечат и стены. Если сейчас не уселиться, то же после Нового года сказали. По словам претера Рыжкановки, лестницу и лифт уже отремонтировали. Опасность миновала и постепенно жильцы могут вернуться в квартиру, расположенной до 10 этажа. Как говорит Николай Балаур, рабочие продолжат восстанавливать пострадавшие этажи. Вы уже можете начать переезжать в этот блок, кроме тех 10 аварийных квартир. На данный момент опасность миновала, залиты полы, техническое состояние намного прочнее, в 5 раз больше. В начале недели прокурор Штефан Шаптефрай заявил, что взрыв произошел в результате утечки газа из плиты, а не из-за баллона, как говорилось ранее. Предположительно, уголовное дело будет прекращено в связи с тем, что хозяйка квартиры, где прогремел взрыв, скончалась. Напомним, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 октября. Погибли 5 человек, в том числе один ребенок. За границу грабить немецкие правоохранители обвиняют 17 граждан Молдовы, членов криминальной группировки, в том, что они обчищали особняки на территории Германии. Только в одном из городов они награбили материальных ценностей на 20 миллионов евро. Молдавские правоохранители совместно с их немецкими коллегами задержали двух подозреваемых. Их удалось обнаружить по оставленным в одном из домов отпечаткам пальцев. Остальные 15 членов группы успели бежать из страны, ведутся их поиски. Подозреваемые, говорят в полиции, проникали в дома через крышу. Перед этим тщательно изучали жилища и их хозяев. Почему через крышу? Потому что члены банды знали все о системах сигнализации, принципах их работы. Все было тщательно организовано. Сначала изучали объект предполагаемого грабежа, образ жизни его хозяев. Во время одного из грабежей налетчики допустили ошибку. Это и позволило немецким правоохранителям напасть на след преступников. На месте взлома обвиняемые оставили свои ДНК. По отпечаткам мы с помощью нашей поисковой базы выяснили, что имеем дело с гражданами Республики Молдова. Выяснилось также, что этот человек совершал подобные преступления и на территории Франции. Награбленные преступники отсылали в Молдову. Контрабанда здесь же продавали. Деньги вкладывали в недвижимость роскошной автомобиле. В ходе масштабных обысков, прошедших по всей Молдове, правоохранители задержали двух из 17 подозреваемых. Задержанные ранее были судимы за кражи, незаконный оборот наркотиков и другие правонарушения. Преступники, утверждают следователи, выезжали в Германию периодически. Молдовские правоохранители завели уголовное дело по факту организации криминального сообщества, контрабанду и отмывание денег. За каждое из преступлений Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы. Остальные 15 подозреваемых объявлены в розыск. Граждане Молдовы, пострадавшие в дорожной аварии в России, находятся вне опасности и их жизни ничего не угрожает. Об этом нам сообщили в Министерстве иностранных дел Молдовы. ДТП, напомню, произошло накануне вечером. Автобус ехал из Санкт-Петербурга в молдовскую столицу. На его борту находилось 14 пассажиров. Пострадали четверо граждан Молдовы. Трое из них получили небольшие ушибы. Им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего они продолжили путь дальше. Один пассажир и водитель госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное. Посольство Республики Молдова в России напрямую контактирует с больницей, в которую госпитализирован наш гражданин. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. Авария произошла в Псковской области на трассе Петербург-Невель. Обстоятельства ДТП выясняют. Проходили по делам о коррупции, но вышли сухими из воды. Центр юридических ресурсов внимательно изучил досье нескольких чиновников, обвиняемых в коррупции. Эксперты сошлись во мнении, что ни один из них не получил реального тюремного заключения. А это, как говорят представители центра, наводит на мысль, что во время судебных процессов учитывалась политическая принадлежность чиновников. В исследовании Центра юридических ресурсов упомянуты имена бывших чиновников, ставших фигурантами громких уголовных дел о коррупции. Это Вячеслав Чебан, бывший замминистра внутренних дел, Игорь Гомрецкий, экс-глава управления транспорта, Юрий Керенчук, экс-министра транспорта и Валерий Требой, бывший замминистра экономики. Авторы исследования при этом уточняют. Во всех этих делах использовали процедуру Уголовно-процессуального кодекса, которое предусматривает сокращение на треть наказания в виде лишения свободы и уменьшения штрафов на четверть в случае, если обвиняемый признал свою вину. Во всех случаях судьи вынесли приговоры с минимальным наказанием. Мне показалось странным, что ни в одном деле обвиняемые не получили реальных тюремных сроков. Никто не отбывает наказание за совершенные преступления. В трех из четырех случаев они признали свою вину и были освобождены из-под ареста под подписку о невыезде. Такая динамика наблюдается в последних судебных процессах о коррупции. По данным анализа Центра юридических ресурсов, по трем уголовным делам судебные постановления опубликовали, но их содержание засекретили. Только в одном случае судебные постановления ВСП и первой инстанции были обнародованы полностью. Мы предполагаем, что мягкие приговоры объясняются политической принадлежностью этих лиц. Выдвинутый демократами бывший вице-министр экономики Валерий Требой за злоупотребление властью был приговорен к штрафу и запрету занимать общественные должности. Юрий Керенчук, бывший глава Минтранса, выдвинутый либералами, также получил штраф и запрет занимать общественные должности. Его признали виновным в извлечении выгодоизвлияния и превышении должностных полномочий по делу о ремонте дорога в Еловенском районе. Игорь Гомрецкий, бывший глава управления транспорта, также выдвинутый либералами, получил минимальный тюремный срок. А высшая судебная палата аннулировала запрет занимать публичные должности. Гомрецкого приговорили по делу о платных парковках. Экс-замминистра внутренних дел Вячеслав Чабан был приговорен к минимальному штрафу, предусмотренному за извлечение выгодоизвлияния. По версии следствия он вымогал 60 тысяч евро, пообещав повлиять на прокуроров и закрыть уголовное дело. Из всех вышеупомянутых бывших чиновников лишь Валерий Требой ответил на наш телефонный звонок и тут же отключил, как только услышал вопрос журналиста. Верховная Рада Украины одобрила решение президента Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией. За соответствующий законопроект проголосовало 277 депутатов. Документ прекратит свое действие 1 апреля будущего года. Он был подписан 31 мая 1997. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании его прекратить. Решение вступит в законную силу 7 декабря. Прекращение действия договора освобождает Украину от всех обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров. Надежда Савченко снова протестует на сей раз, по ее словам, против шантажа и давления СБУ. Депутат Верховной Рады объявила сухую голодовку. Она утверждает, что ей не разрешают видеться с близкими, открывать банковский счет и выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в начале следующего года выборах президента. Савченко утверждает, что ей якобы сказали, если ее адвокаты постараются быстрее ознакомиться с материалами уголовного дела, то все запреты будут сняты. Депутата задержали в нынешнем марте и обвинили в попытке организовать на Украине госпереворот и подготовке убийства некоторых главведомств, в том числе и президента Петра Порошенко. Сама Савченко обвинение отрицает. Правительство Франции пошло на уступки демонстрантам и отменило запланированное на 2019 подорожание цен на топливо. Накануне поздно вечером стало известно, что из проекта бюджета на следующий год уже вычеркнуто планировавшееся повышение. Это уже подтвердили и в Минэкономике страны. Между тем, исполнительная власть во Франции опасается еще большего насилия во время демонстрации желтых жилетов в субботу 8 декабря. Днем ранее премьер Эдуард Филипп заявлял, что будет введен полугодовой мораторий на рост топливного налога. Также сообщалось, что власти подкрепят мораторий другими мерами, направленными на снижение социальной напряженности в стране. Национальное собрание Франции накануне одобрило инициативы правительства. Теперь свою позицию по этому вопросу должен высказать Сенат. Массовые протесты, охватившие практически всю страну, сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами. Поводом для протестов стали планы французских властей повысить с января цены на бензин на 3 евроцента за литр, а на дизель на 6,5. В результате беспорядков 4 человека погибли, а несколько сотен получили ранения. Из-за акций протеста рейтинг Эммануэля Макрона упал до рекордного уровня в 23%. Согласно заявлению, сделанному в официальной резиденции президента Франции, если акции протеста желтых жилетов продолжатся 8 декабря, то есть все основания полагать, что они будут сопровождаться насилием и беспорядками. После массовых протестов 1 декабря глава МВД Франции призвал французов отказаться от акций протеста в эту субботу. В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным. Произойдет это уже следующим летом. О планах объявили после того, как премьер-министра переизбранного правительства Люксембурга Ксавье Баталя привели к присяге 5 декабря. Власти считают, что эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в Люксембурге и избавить столицу от пробок. Доступный общественный транспорт может побудить людей отказаться от личных автомобилей. Бесплатный общественный транспорт – распространенная мировая практика, но на уровне городов. Сейчас проезд в Люксембурге стоит 2 евро за поездку до 2 часов. Дети и подростки до 20 лет. Там могут ездить бесплатно. На улице теплее, чем в автобусах, говорят возмущенные жители Гидигича, которые каждый день ездят в столицу. Люди жалуются на удручающее состояние автобусов, в которых им приходится добираться до Кишинева. Всюду задувает, а система отопления не работает. И это еще не все. В интернете опубликовали фотографии, на которых видно, как в одном из таких автобусов полыхают искры. Жители Гидигича сетут, что по пути в Кишинев морзнут от холода, а иногда и вовсе вынуждены высаживаться транспорт ламайца на ходу. А еще говорят люди, мало того, что холодно, так еще и ездят автобусы не по расписанию. Иногда приходится простаивать не один час в ожидании транспорта. О том, что пять имеющихся в Гидигиче автобусов неисправны, пять месяцев назад писал и священник Максим Меленти. Он отметил, что предоставить новый транспорт давно обещали, но пока ни слуху, ни духу. А в городском автобусном парке нам сказали, новые автобусы купят только при успешном тендере. Но признали, нынешние автобусы действительно давно изношены. Когда предприятие закупит новые автобусы, надеюсь, на многих маршрутах поменяем транспорт, в том числе маршрут номер 46. Старые автобусы обследовали срок их эксплуатации истек. Глава автобусного парка также добавил, из организованных трех аукционов ни один не закончился успешно. В первом и втором участвовал только один претендент, но и тот не соответствовал всем техническим требованиям. В третьем и вовсе не было ни одной заявки. Ежегодно на ремонт и обслуживание автобусов тратят около 40 миллионов леев. Новый председатель либеральной партии Дарин Киртуако полагает, что получит обвинительный приговор по двум уголовным делам и даже может оказаться за решеткой. Об этом Дарин Киртуако поведала накануне в эфире ток-шоу «Политика» Наталья Мораль. Решение отпустить его на время следствия без каких-либо ограничений, по словам самого либерала, носит политический характер. Так правление пытается создать видимость свободной и справедливой юстиции. В искусственной юстиции, как вы говорите, выдумки и глупости не должны препятствовать обвинительному приговору. Я ожидаю обвинительного вердикта, более того, предполагаю, что попаду за решетку. Неделю назад фигурант уголовного дела о платных парковках Дарин Киртуако получил разрешение покинуть страну. Правда, паспорт либералу еще не вернули. Дарин Киртуако считает, что подобным решением создается видимость справедливого и свободного правосудия. Безусловно, чтобы манипулировать, чтобы создать видимость, мол, решения могут быть объективными и беспристрастными. Что касается компромиссов, если бы я хотел сбежать из Молдовы, может и случилось бы что-то с этими паспортами, я их еще не получил. Вы думаете, что специально так все подстроили, чтобы вас заподозрили в сговоре, чтобы создать конфликтную ситуацию, может на фоне грядущих переговоров с потенциальными партнерами? Бывшего градоначальника обвиняют в пассивной коррупции по делу о платных парковках. По версии следствия, он распорядился, чтобы вице-примар Нестер Грозаву без одобрения муниципального совета подписал контракт с фирмой, которая должна была внедрить систему парковок. Спустя несколько месяцев Киртуака выдвинули новое обвинение уже по другому уголовному делу. На сей раз его обвинили в незаконном использовании судебных постановлений и незаконной выдаче квартир. Сам Дарин Киртуака настаивает на своей невиновности. Поначалу они пригласили нас с завязанными глазами отправиться в их комиссии, которые решат, где и как мы будем баллотироваться. Но это не коллегиально. Мы не можем принять такое предложение. Мы должны встретиться на нейтральной территории. Бывшего градоначальника обвиняют в пассивной коррупции по делу о платных парковках. По версии следствия, он распорядился, чтобы вице-примар Нестер Грозаву без одобрения муниципального совета подписал контракт с фирмой, которая должна была внедрить систему парковок. Спустя несколько месяцев Киртуака выдвинули новое обвинение уже по другому уголовному делу. На сей раз его обвинили в незаконном использовании судебных постановлений и незаконной выдаче квартир. Сам Дарин Киртуака настаивает на своей невиновности. Президент Игорь Дадон и лидер демократа Влад Плохотнюк намерены федерализировать Молдову при помощи плана «Козак-2». С такими обвинениями выступил председатель платформы «Достоинства и правды» Андрей Анастаси. Он также добавил, что оба политических лидера попытаются расширить Приднестровский регион. Представители главы государства и Демпартии назвали заявление Анастаси необоснованными. Контрабанда, концессия в качестве подарка режиму сепаратистов – весь этот ущерб наносит Молдове из-за безответственной политики правления Плохотнюка и Дадона. В этом союзе у Дадона своя роль. Эти два врага Молдовы делают все возможное для сохранения на границе с ЕС и НАТО некой серой зоны. Эта зона является причиной нестабильности во всем регионе. После выборов коалиции ДПМ и ПСРМ обеспечат расширение зоны за счет всей Молдовы. Так они внедрят план «Козак-2». По мнению Андрея Анастаси, глава государства и лидер демократов объединились, чтобы промульгировать несколько громких законов, которые вызвали резкую критику оппозиции и внешних партнеров. Корыстные договоренности между Дадоном и Плохотнюком под управлением разрушительных сил из-за рубежа позволили изменить избирательную систему страны, продавать гражданство Молдовы и торговать нефтепродуктами в режиме дьюти-фри. Пресс-секретарь ДПМ и советник главы государства назвали заявления Анастаси необоснованными. Я уверен, что нет никаких улик в этом отношении. Мне ничего не известно о существовании плана «Козак-2». Скорее всего, эти заявления носят сугубо предвыборный характер. Это сугубо политическое и беспочвенное заявление господина Анастаси. У них нет никаких оснований. Дмитрий Козак является автором предложения об урегулировании Приднестровского конфликта, который в дальнейшем получил название «План Козака». Меморандум предусматривает федерализацию Молдовы. Проект разработан в 2003 году. План Козака также предусматривал предоставить России право на размещение войск на территории Приднестровья сроком на 20 лет в качестве гарантов урегулирования конфликта. Полгода назад Козака назначили специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. До парламентских выборов более двух месяцев. И многие уже делятся своим видением о том, каким будет расклад в будущем законодательном органе страны. Так, руководствуясь недавно опубликованным барометром общественного мнения и собственными теориями, одна из компаний обработки данных пришла к выводу, что 48 мандатов в будущем парламенте могут получить социалисты, 28 блок АКУМ, а 18 демократы. Пятеро парламентариев могут быть представлены партией ШОР и по одному будет от партии коммунистов и партии национального единства. Эти данные актуальны только на текущую неделю. Исследование провела компания «Идата». Эксперты проанализировали шансы партии на парламентских выборах. Так, из 48 мандатов социалистов 25 будут получены по партийным спискам, остальные в результате голосования по одномандатным округам. Избирательный блок АКУМ, в который войдут ПАС и ППДП, получат 28 мандатов, 14 в ходе общего голосования, столько же по округам. Демократы больше всего, согласно исследованию, возьмут в округах 10, а по спискам 8. Эксперты предрекают в новом парламенте 5 депутатов от партии ШОР и по одному от коммунистов и ПНЕ. Мы попросили прокомментировать результаты исследований, указанные в списке партии. Представители АКУМ уверены, что смогут взять еще больше мандатов. На наш взгляд, как только о взятых нами обязательствах узнает как можно больше людей, а единство блока и консолидации европейских сил будут воедино на выборах, нам удастся набрать 51 мандат. В партии ШОР нам заявили, что не комментируют опросы и исследования. Председатель партии национального единства Анатол Шалару сказал, что должен ознакомиться с результатами, а социалисты и коммунисты говорят, что исследования и дата и вовсе не видели. В ДПМ на наш телефонный звонок не ответили. Предвыборный барометр, как называется данное исследование, будет выходить раз в неделю. Роботы, кухонные плиты для приготовления гамбургеров и пазлы. Вот, что малыши хотят увидеть под елкой на Новый год. Мы решили отправиться в один из детских садов, посмотреть, как готовятся к зимним праздникам и какие письма пишут маленькие любители новогодних подарков. Продолжение следует... Дети говорят, что были послушными и заслужили подарки, потому что за весь год сделали много добрых дел. Кто-то помогал своим бабушкам и дедушкам, другие – своим одногруппникам. Маленькие детки знают как выглядит Дед Мороз. Как вы видите Мороз? Батрян. Неопарат батрян? Да. Да, дак это и тунер с барбой? Не мош? И мош. И как это? Албой, у нас маленькая. На что бунт они нужны мошкин? Да. Нужно следить что это мошкин? Фиктене, мошкин? 20. Как демократы? 1 метр. Как это? Аккуратно, полома? Фрик. Дед Мороз навестит воспитанников этого детского сада на новогоднем утреннике. Будет сюрприз Дед Мороз, который приготовил много сюрпризов для детей, игры как для детей, так и для родителей. Детские письма в скором времени отправят в Лапландию. Некоторые детки поспешили написать письма Деду Морозу еще в ноябре. В этом году, уже 10 ноября, нас спрашивали, куда точно отправлять письма. От детей приходит где-то 12-14 тысяч писем для Деда Мороза. У меня на этом все. Далее не пропустите ток-шоу «Политика» Натальи Мораря. А я же напомню, если вы стали очевидцем какого ли вы события, обнаружили важную новость или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам или же звоните по телефону, указанному на экране. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин